Всех приветствую, дорогие друзья! С вами Юриан. Сегодня наш второй совместный урок по чешскому языку. Сегодня мы разберём базовые фразы, изучим 4 глагола, которые будут использоваться в данных фразах. И, наконец, мы оставили слова, которые будут очень полезны для вас и для вашего пребывания в Чешской Республике. Приятного просмотра! Поехали! Итак, записываю этот видеоролик уже, я не знаю, раз с пятой. Я для вас прикрепил и создал материалы, из которых вы можете изучать чешский язык. То есть, под каждым видео вы увидите прикреплённую ссылку на Google Диск, в котором вы найдёте файл к данному видеоролику. Так что, мы начинаем. Первая фраза — добрый день! С ней вы познакомились в прошлом видеоролике. Как вы уже знаете, что, когда вы видите чарку, нужно, так сказать, сделать ударение или сделать в этом месте, как бы, продолжение или, я не знаю, то есть, как бы, продлить этот звук. То есть, добрый день! Это используется в формальной речи, то есть, это здравствуйте или добрый день. Следующий у нас идёт ахой, чао. Ахой — это привет, тоже в неформальной речи, то есть, ещё используется также чао. Чао имеет два значения, как привет, так и пока, то есть, вы можете его использовать как при приветствии, так и при прощении. Дальше у нас идёт яксимате. Это как у вас дела. Здесь вы видите уже склонение глагола «иметь». Инфинитив будет вот так выглядеть. Мид. Глагол «мид». То есть, оно показывает, ну, как бы, выделяет, что, что это место, что здесь используется местоимение, как бы, представляет собой местоимение «вы», то есть, яксимате, то есть «вы». Вот здесь вы можете увидеть это, яксимате. Потом, тоже неформально, в неформальной речи «яксимаш», то есть, это вы можете сказать другу, яксимаш, как у тебя дела, или как дела, просто. Используется местоимение «ты», то есть, яксимаш, ты. Вот так, чтобы не использовать, как бы, яктысимаш, да, или яквысимате, они, как бы, это местоимение чехи опускают, то есть, они используют именно уже, так сказать, конечное, конечное местоимение, такое склонение, склонение глагола, которое показывает нам, что, то есть, какое местоимение используется в данном случае, то есть, яксимате, то есть, это используется «вы», а яксимаш, то есть, здесь используется местоимение «вы», то есть, оно как раз опускается. Дальше. Ответы на данные вопросы, то есть, вы можете ответить «мамсы добре», то есть, у меня все хорошо, вот видите. Здесь используется склонение глагола «мид», так же само, и здесь выражается, как бы, местоимение «я», то есть, «мамсы добре», «я», то есть, «мамсы сквелы», отлично, как раз тоже пополните словарный запас, и «мамсы виборне», то есть, такие тоже варианты, ну, там очень, еще больше вариантов, как вы можете ответить, но это такие, специально для вас, чтобы вы, как бы, не отвечали только одной фразой «мамсы добре», и все. То есть, «мамсы сквелы», отлично, «мамсы виборне», превосходно. Вот так вы видите, то есть, эту табличку со склонением глагола «иметь», «мид», видите, это мягкое, долгое «и», то есть, в чешском языке есть два типа «и», то есть, есть мягкое «и» и твердое «и», то есть, вот это «и» мягкое, а вот это твердое «и», но «и», и твердое, тоже так же бывает двух видов, не хочу вас путать, извиняюсь, там, я в конце урока, я вам расскажу, в чем суть, то есть, давайте дальше, потом дальше такая фраза «млуфте просим помалой», «млуфте просим помалой» – это «говорите, пожалуйста, помедленней». Очень полезная фраза, тем более, когда вы только приехали в Чешскую республику, вы еще не понимаете, что вам говорят, и вы как-то стараетесь понять, и хотите, чтобы человек не так быстро к вам говорил, то есть, поэтому вы говорите «млуфте просим помалой» или «наразумим», «млуфте просим помалой», то есть, «не понимаю», «говорите, пожалуйста, помедленней». Вот склонение данных глаголов, то есть, «млувит», глагол «говорить», то есть, вот склонение его, «я млувим», «ты млувишь», «он, она, оно млуви», то есть, «он, она, оно говорит», «мы млувимы», «мы говорим», «вы млувите», «они млуви». То есть, обычно в предложениях вы можете опускать местоимения и использовать глаголы, которые выражают данные местоимения, то есть, так получается, что вы, ну, как бы будете и быстрее говорить, и... Но обычно, смотрите, местоимение используется, когда вы хотите реально что-то выделить, то есть, прям, ну, как бы, выделить что-то, подчеркнуть, что это именно вы, или именно кто-то, или он что-то сделал, или... Ну, то есть, какие-то такие случаи. Вот второй глагол, то есть, «не разумим». Кстати, «все не» с глаголами пишется всегда вместе, так что здесь у вас не должно быть проблем, это вам не русский и не украинский язык, то есть, в котором вы думаете, а пишется ли глагол «не» вместе, или там раздельно, непонятно, короче. То есть, там, в чешском языке «не» с глаголами всегда пишется вместе. Все, запомните это. Вот. «Не разумим». Вот это... Вот этот инфинитив, то есть «разум нет». «Я разумим», «Ты разумишь». «Он, она разуми», «Мы разумиме», «Вы разумите». Я забыл чарку поставить. Ой. «Вы разумите», «Они разумняй» или «Они разумі». То есть, здесь можно два разных варианта использовать. «Розуми» или «Розумняй». «Они разумняй», «Они понимают». Вот такие полезные фразы. «Мловьте, просим, помалий». Или «Неразумим», «Мловьте, просим, помалий». Дальше. Дальше тоже полезные фразы. Допустим, вас могут спросить «Откуд стэ?», то есть «Вы откуда?». Вы можете сказать «Сэм из Украины», «Я из Украины». То есть, смотрите, вот это, здесь вы уже видите «истэ», «сэм», это выражает местоимение. Местоимение, ну, тоже, как бы тоже выражает местоимение, но это глагол «быть», «быть», «являться». То есть, вот так он склоняется. То есть, «Я ісэм», «Ты ісэш», «Он, оно є», «Ми ісмэ», «Вы істэ», «Они ісоу». То есть, «Откуд стэ?», «Вы откуда?» или, то есть, «Откуда вы, как бы, приехали?», «Откуда вы являетесь?», я не знаю, как. То есть, «Вы откуда?». Вы можете сказать «Сэм из Украины», то есть, «Я из Украины». То есть, «Я являюсь из, как бы, я являюсь из Украины». Или, то есть, ну, если дословно переводить, но так обычно никто не переводит. То есть, «Откуд стэ?», ну, это обозначает, то есть, это, как бы, обращение на «вы». Вы понимаете, что обращается на «вы». «Откуд стэ?», «Сэм з Украины». То есть, это понятно, что вы говорите про себя. «Я из Сэм з Украины», потому что оно выражает местоимение «я». «Сэм з Украины». Видите? «Сэм з Украины». Потом вас могут спросить также «Якою маатэ народност?», «Какая ваша национальность?». Вот видите, как раз используется здесь глагол «мит», то есть «вы маатэ». «Якою маатэ народност?», то есть «вы». Вас спрашивают. Видите, здесь окончание «маатэ». То есть, в принципе, по склонениям глаголов вы, как бы, понимаете, ну, какое местоимение они выражают. Со временем у вас будет, ну, как бы, это автоматизируется, вы сразу будете понимать, то есть использовать. В самом начале это очень непривычно. Потом вы отвечаете, то есть «якою маатэ народност?», вы можете ответить «Сэм украинец?», «Сэм украинка?». Типа «Я украинец?» или «Украинка?». Или «Сэм студент?», «Сэм студентка?». «Я студент». Или можете сказать также спросить «Ты сэш студент?» Или сказать, что «Он является студентом?». «Он е студент?». Или «Они студенты?». «Они со студенти?». Или «Иссо студенти?». Или также вы можете сказать «Мы студенты?». «Исмэ студенти?». Или «Вэй стэ студенти?». «Иссэ студенти?» просто. Мы непосредственно переходим к нашим словам, но перед этим я сейчас вам по-быстренькому объясню, в чём разница между твёрдым, твёрдым, кратким и твёрдым, долгим и что, смотрите, что у него иногда могут значения быть разные. Допустим, «Быт», то есть твёрдое, короткое «И» читается как «Ы», «Быт» и обозначает, то есть квартиру, и краткое, то есть длинное, твёрдое «И» читается как «И», то есть как обычное «И», как вот эти «И», только длинное, то есть «Бит». И видите, уже здесь мы видим этот глагол «Быть», «Являться», то есть в этом и разница. То есть быть очень внимательными, потому что значение может быть разное иногда. Теперь мы непосредственно переходим к нашим словам. Вот я выделил для вас такие интересные слова, как «цестовний пас». Оно очень часто используется, заграничный паспорт, то есть когда вас, допустим, будет проверять полиция или что-то такое на улице, то есть они попросят вас. Или скажут «Обчанский прукас» — это как бы документ, подтверждающий вашу идентичность, подтверждающую личность, или загранпаспорт. Потом доклады, то есть документы, доклады, потом поищение, страховка, праца, работа, мзда, зарплата, обход — это магазин, потравлены — это продукты, цена, так и будет, цена, накуп, покупка. То есть идемы, 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 идемы за накуп, идемы пронакупы, там, да, идем за покупками, покладно — это касса. Так, потом следующее, камерат — это друг, прител, прител, кене. То есть, допустим, это, это, грубо говоря, это уже отношение между, между парнем и девушкой, то есть девушка может сказать «мам прителе», то есть у меня есть парень или девушка, или парень может сказать «мам прителе», да, типа у меня есть девушка. Но, как бы, мы живем в Европе, поэтому здесь все варианты возможны, все комбинации, то есть парень может сказать «мам прителе», и девушка может сказать «мам прителе», так что ничему не удивляйтесь. Также вы можете увидеть в документах или даже на надпись, в некоторых надписях, то есть, допустим, жена. Жена — это означает «женщина», что женский пол. Муж — мужчина, мужской пол. Манжел — это муж. Манжелка — это жена. Братер — это брат. Сестра — это сестра. И семья — это будет родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова